Давай, наверное, перейдем к теме, которую мы обозначили. Главной теме, что ли. Это, опять же, на пути с Высшим Я мы общаемся какими-то способами. То ли мы пытаемся найти в себе, то ли мы пытаемся медитировать, то ли мы связываемся с Высшими Силами. То, что сегодня называется контактеры, то, что сегодня называется общение с Высшими Сферами. И в последнее время, кстати, появилось много контактеров. Не знаю, действительно ли контактеры или они находятся в иллюзии. Вот я контактер, я общаюсь, я профит. Вот у меня есть знакомые такие. Вот я профит. С моей точки зрения, ну, это, во-первых, надо, я не считаю себя лично, допустим, специалиста в этой области, чтобы отличить настоящего профита или, допустим, не профита, а контактера с ненастоящим. Как ты считаешь, есть ли где-то какой-то критерий? Человек является действительно контактером, действительно общается или он считает, находится в мае? Он думает, что он общается с Высшими Силами, а на самом деле, ну, кажется ему так, мягко говоря. Вопрос непраздный, действительно интересный. И, по крайней мере, человек любой, который идет по пути развития, рано или поздно сталкивается с такой проблемой, что к нему приходит какая-то информация, которую сложно проверить. То есть, сложно даже поговорить об этом с кем-то. И тут, я бы сказал, есть ряд таких моментов важных. Важно не только, как отличить, с кем ты контактируешь. Есть информация, которую человек получает, а есть состояние, которое он получает вместе с информацией. Ну, грубо говоря, человеку говорят о любви, например, но вместо этого, вместе с этими словами, в человеке растет желание там кого-нибудь, я не знаю, убить во имя веры. Да, вот как террористы какие-нибудь, да. Там они основываются тоже, в общем-то, на священных писаниях, но, как где-то сказано, даже демоны могут цитировать священное писание. Вот. То есть, важно видеть, когда что-то приходит, смотреть не только на то, что пришло, какая информация, но и как изменилось состояние. Потому что, как бы, вот эти красивые слова могут идти из некрасивого источника. И, соответственно, вместе со словами приходит не то что-то. И если растет нетерпимость, агрессивность, это плохой признак. Значит, либо источник неправильный, либо неправильная наша интерпретация. Потому что, чтобы информация дошла, грубо говоря, до физических мозгов, она сначала проходит сквозь все наши подсознательные установки, через наш ум. Отсюда вот контактеры. Они, вроде бы, черпают, даже вот те, которым я доверяю, опять же, да, со своей субъективной точки зрения, я вижу, что у них разные картины мира, они по-разному говорят. То есть, это говорит о том, что даже если человек контактит с какими-то высшими силами, все равно он контактит по-своему и проводит это через свой ум. То есть, никто из них не является носителем истины на все сто. Все пророки, они говорят с определенной погрешностью. Но один из главных критериев – это состояние, как меняется состояние. И когда человек реально входит в контакт с высшими силами, сам по себе этот факт говорит о том, что он вышел на высокий уровень вибрации. А на этом уровне вибраций нету таких состояний, как ненависть, там, агрессия, жадность. Ну, какие-то такие моменты. Но при этом я бы сказал еще вот что. Что эти высокочастотные энергии, они могут быть для человека некомфортными. И присутствие высших существ для нас может быть, на самом деле, подобно смерти. И наводить даже страх в чем-то. И, как говорится в тибетской книге «Мертвых», когда человек умирает, он встречается с изначальным чистым светом, который есть свет его истинной сути. Но этот свет пугает его, он в страхе убегает и погружается в какие-то свои видения, в бордо смерти. Вот, это очень похоже. То есть, есть наше представление о том, что кто-то светлый, благостный к нам приходит. А есть вот некий чистый, безжалостный свет, который, можно сказать, свет вот этих существ более высокого порядка. И он ослепляет в чем-то. Но не как вот с физическое зрение. Он как бы производит некое напряжение в нас. Так же, как вот по одной из легенд, когда Иисус Христос показал свой истинный облик ученикам. Все там полениц, там кто-то отвернулся. Вот. То есть, временными словами, когда мы начинаем реально контактировать с этими высшими силами, это всегда сложный процесс, который, с одной стороны, повышает наши вибрации, передает очень благостные состояния, новые знания. С другой стороны, он создает некую чистку в нас. То есть, все, что не соответствует этому свету, оно в нас начинает ему сопротивляться. Отсюда, в том числе, гонение на всяких пророков. То есть, пророк, он носитель определенного качества. Это качество высокочастотное, оно, можно сказать, труднопереносимое для людей, которые в более низких частотах живут. И они рассматривают его как источник опасности. Отсюда вот гонение на святых там бывает. Вот. Так же человек может гнать от себя вот эти вот высшие силы, вот, считая их дьявольскими, в том числе по парадоксу. Вот. То есть, на этом пути, конечно, очень много ловушек и опасностей. И есть, помимо высших существ, духи попроще, да. То есть, которые обитают не за пределами, условно говоря, колеса рождения и смертей, да, сансары, а именно в пределах тонкого мира этого вот колеса, например, астрал какой-нибудь, элементал. Ну, материальный уже имеется в виду мира. Да, материальный наш мир, три мира вот этих наших, физически, астрально, ментально. И они тоже могут передавать очень интересную информацию, в том числе древние знания, но которые эффективно работают. Ну, может человек даже какие-то способности приобрести, экстрасенсорные или там ситхи какие-то, влияние на материю. Но, поскольку источник этих способностей, он в пределах нашего мира, он подвержен влиянию этого мира. А в этом мире ничто не постоянно. Вот. Сегодня они есть, завтра их нет. Вот. И так далее. Так что, я бы сказал так, что, если человек начинает двигаться по пути развития, неизбежно его восприятие расширяется, если он правильно все делает, конечно, в процессе расширения восприятия, он выходит на контакт с теми силами, которые соответствуют его уровню. И всегда есть выбор. Решить вот, что это там, ты избранный, да? Вот. Или как-то вот более спокойно к этому относиться, и в конце концов достичь некой вот высшей реальности. Но это сложный путь. Хорошо. Как ты считаешь, если мы, ну, допустим, человек занимается практиками, духовными практиками занимается, занимается физическим, понятно, это мы все, так сказать, три едины. И у каждого понятна своя цель. И человек умеет, имеет такую возможность пользоваться своими способностями, и он может как бы соединиться и попытаться пообщаться с высшими силами, будем их так называть, правильно? Есть ли смысл вообще этим заниматься? Какова мотивация этого человека, чтобы еще более быть powerful, более быть, овладеть способностями своими? Есть же люди, которые, скажем так, они есть сегодня, они были. Люди, которые тоже общаются с высшими силами, они контактеры, но они просто несут, скажем, свет, они несут какое-то слово Божие, будем так говорить. Потому что во все времена, во все века были аватары, если и не боги, то посланники богов. И они приходили на Землю с определенными целями. И цель была одна, на самом деле, дать возможность нам, ну, мы говорим про землян, получить правильное направление, направление, которое будет их вести, ну, в правильном, уже, так сказать, для достичь своей цели. А цель эта у нас, естественно, каким-то образом выросла с этой самсары. Мы же все-таки души, да, будем так считать, что мы по определению мы это уже знаем, и мы об этом и говорим. Так вот, вот они просто об этом говорят. Ну, скажем, можно назвать такую Татьяну Николаевну Микушину, известная женщина, которая просто передает такие послания. И все. И это, по-моему, тоже очень и очень здорово. Кстати, Татьяна Микушина, да, это один из таких людей, которым я доверяю, послания которых во многом ориентируюсь, то есть принимаю это всерьез. Да, безусловно. Но я бы сказал так, что тут зависит от мотивации человека, с которой он хочет достичь этого контакта. Вот это самое главное, я поэтому и говорю, какова все-таки мотивация этого человека, как определить, это мотивация для чего? Для него самого или для все-таки, чтобы, ну, помочь другим людям? И я бы, ну, да, то есть, есть две противоположных мотивации, которые придут к противоположным следствиям. Это первое, обожествление себя, вот, и второе, впустить, как сказать, впустить в себя Бога. Вот, то есть, одно дело, это обожествление своего эго, по принципу «я Бог», а другое дело, это позволить Богу проявляться вместо своего эго. Эти, как бы, вот, некая тонкая грань, на самом деле, это вообще противоположные вещи. Если человек хочет стать аватаром, как бы, серьезным, вот, то это одна ситуация. А если он хочет именно стать сосудом, то есть, проявлением божественного начала в себе, служением Богу, да, то есть, грубо говоря, он либо Богу предъявляет свои желания, я хочу вот это, вот это, вот это, либо пытается исполнить желание Бога, служить Богу, да, то есть, посвятить все свои результаты, свои действия Богу. Или Шварову Пранитхану, да, один из принципов Нияны. Вот, это вот очень важный момент, то есть, ты хочешь от Бога что-то, или ты хочешь увеличение присутствия Бога в своей жизни. Вот, а увеличение присутствия Бога в своей жизни, это всегда кризис, трансформация. Вот, это, как бы, выход за пределы привычного. И если у человека действительно такая мотивация, то есть, он сыт по горло всякими желаниями, он хочет просто увеличить присутствия Бога в своей жизни, сдаться Богу, стать проводником этого влияния, который есть, по сути, он сам, только на более глубинном уровне, тогда эта мотивация правильная, и она приводит к настоящему контакту. Часто, кстати говоря, как и было у Татьяны Микушиной, как она рассказывала, как я слышал рассказы других людей, которые вот вышли именно на состояние контактерства, не всех, но некоторых. Это была не их инициатива, да, то есть, они жили себе, жили спокойно, и тут вдруг происходит с ними какое-то событие или состояние, и они обнаруживают, что мир не таков, каков был, хотя они к этому не стремились. А есть люди, которые годами к этому стремятся, но так и не достигают, или достигают чего-то не того. И как и в любом движении, конечно, вот в этом движении контактерства есть люди, которым, по крайней мере, я не очень доверяю, но есть и вполне реальные, и Татьяна, на мой взгляд, Микушина принадлежит к этим реальным. С правильной мотивацией. И, собственно, я сам-то тоже иногда выхожу на контакт, да, то есть, я не могу назвать себя контактером в полном смысле этого слова. Это был мой следующий вопрос, да. Да, то есть, ну, настал такой этап, когда я начал воспринимать неких существ, более реализованных, чем я, и не имеющих физического тела, и это отличается от духов, которых на тот момент, в принципе, я уже тоже как-то мог воспринять, вот духов астрала, духов каких-то природных, тетийных, там, и так далее. То есть, тонкие мировые, очень населенное пространство, но это нечто качественно иное, можно сказать, вот для меня это ориентир, и у меня появился вдруг прямой контакт с ними, и в том числе какая-то информация. Конечно, поначалу это, ну, вызывает некоторые сомнения, но, как всегда, когда эти силы проявляются, они проявляются в комплексе, то есть, некое вот внутреннее ощущение, внутренняя информация, внешние ситуации, то есть, я пообща, тут же меня свело там с несколькими контактерами, в том числе один из известных на весь мир американских контактеров, Сэл Рэйчел, может быть, известно это имя, вот, с ним удалось мне пообщаться лично, причем сложилась ситуация, что мы поговорили по скайпу, а так как он не говорит по-русски, то нашелся переводчик, который все перевел там, и, значит, в общем, пообщавшись с людьми, которые уже на контакте, и которые, в том числе, вот, я чувствую в них истину какую-то, вот, это меня убедило в том, что я в целом более-менее адекватен, вот, и я начал с этим работать, и ко мне, да, тоже приходит информация, и бывает, когда вот я веду занятия, возникает инициатива с той стороны, или я сам могу обратиться с запросом, но я в то же время осознаю, что когда ко мне приходят ответы, они проходят сквозь мой ум, да, и они уже не настолько чисты, как были в Истоке, но, тем не менее, они несут некую информацию, которой, в том числе, я и не обладал изначально. Но в то же время, вот, люди, которым я отвечаю на вопросы в этом состоянии, они говорят, что да, в основном в точку, но бывает, что и не всегда я эффективен на 100%. Ну, а как ты сам считаешь, с тех пор, как ты стал выходить на контакт с высшими силами, что-то изменилось тебе лично? Ты стал более, ну, что ли, для себя совершенен? Ты стал, у тебя появились больше, шире возможностей для той цели, которую ты себе поставил? Я бы сказал так, что перед тем, как этот контакт возник, я был в состоянии такого легкого кризиса. То есть, я вот как я, вот я иду, да, как бы, вот это вот как-то, такое впечатление, что этап как-то завершался. И дальше, вот, возник некий следующий шаг, когда я начал чувствовать вот это пространство, куда я, собственно, иду, и в том пространстве, оно не пустое. И когда вот эта связь возникла, я ощутил некий вот новый импульс к развитию, новый смысл. И моё состояние стало более целостным, то есть, некая большая целостность. Вот это вот укрепление внутреннего стержня, которому я следовал, да, я изменился в лучшую сторону. А вот такой, с моей точки зрения, непростой вопрос, ну, неоднозначный, я бы так сказал. Ну, дело в том, что уже сама постановка цели, добиться чего-то, она уже несёт в себе, ну, скажем, attachment, по-английски это называется, или привязанность к чему-то тому, что категорически, говорил, Будда, не быть привязанным ни к чему и никому. То есть, а мы все хотим чего-то достичь, чего-то добиться. Я бы сказал так, что можно быть привязанным к идее непривязанности. Это уже, да, это уже идёт философия. Вот, поэтому я бы сказал так, что есть привязанность, а есть, ну, естественное, что ли, движение жизни. Вот, от рождения к смерти, там, от оборачения к просветлению. И на этом пути есть определённые этапы. Для меня, ну, как, можно сказать, что у меня есть соединение с Высшим Я и полная вот эта реализация истинной природы. С другой стороны, поскольку Высшее Я, оно неописуемо до конца, то получается, что... Ну, и вообще неописуемо, да, любое описание, это как бы... То есть, получается, хочу не знаю чего. Вот, вроде бы и хочу, а вроде бы и ничего не хочу. Но в итоге возникает какой-то вектор. То есть, я не могу сказать, что у меня нету целей, но я не могу сказать, что у меня есть какая-то конкретная цель. То есть, есть какие-то конкретные результаты, да, результаты конкретные. Цель – бесконечность, по сути. И для меня вот цель – это вот некое движение такое куда-то, путь сердцем. Как мне понравилось определение у Кастанена, говорит, что поскольку все пути одинаковые, они идут в бесконечность, главное – выбрать путь сердцем, по которому просто идти приятно. Вот сам процесс, как бы. Вот, потому что если выбираешь путь без сердца во имя каких-то целей своих или преимуществ, то рано или поздно он обернется против тебя и будет, ну, и разрушит тебя. – Сережа, извини, я тебя перебью, но путь сердца – это тоже какая-то вещь, она субъективная вещь. Путь сердца, во-первых, у каждого свой путь, опять же, кто чего понимает под этим выражением путь сердца, это примерно как что такое ум, что такое разум. Вот. Я не думаю, что много людей сразу дадут определение, в чем разница. Как бы, ну, как бы, внешне они это абсолютно похоже. Но вот здесь та же самая идея. Опять же, не находимся ли мы в таком вот слое, вот той моей иллюзии, и мы считаем, что мы идем так, как мы идем, а на самом деле мы идем, в общем-то, возможно, вообще не туда. И на самом деле у каждого человека, ведь это же определяется, он же не случайно рождается в определенное время, в определенном месте, в определенный час, минуту и так далее. То есть у каждого человека есть цель, и она определена всеми его предыдущими, скажем, жизнями, цель, допустим, в этой жизни. А дальше будет дальше, дальше. Ну, вот я, как, допустим, вот эти вещи тоже пытался изучать, и продолжаю изучать в Индии, и не только, и сам являюсь нумерологом, как бы, и даю консультации. Я в этом деле, как бы, считаю, что я понимаю. Но, тем не менее, человек, вот, как определить, точнее, действительно его, что ли, предназначение и его путь сердца? Вот с твоей точки зрения, и опять же для тех людей, которые нас слушают, и которые хотели бы знать, они еще только, может быть, в начале пути? Я бы сказал так, что если человек находится на своем пути в гармонии со своим предназначением, то тогда по мере движения возникает некое чувство такого глубокого удовлетворения, отличное от эмоций или интеллектуальной убежденности. Тогда, как ложные пути, они могут создавать какой-то кратковременный ажиотаж, там, вот, а вот именно в перспективе времени, вот, если задаешь себе вопрос, готов ли ты умереть завтра, и станешь ли ты менять то, что ты делаешь сегодня, если ты узнаешь, что умрешь завтра, то есть не займешься ли чем-то другим. Если человек отвечает на этот вопрос, что вот я все равно буду заниматься теми, чем я занимаюсь сейчас, то это для меня такой важный критерий, вот, именно, как сказать, присутствие смерти, что в присутствии смерти готов ли ты этим заниматься. Вот, не будет ли это пустой тратой времени, с твоей точки зрения. Именно перед лицом смерти. Ну, перед лицом смерти, прости, пожалуйста, перед лицом смерти, это же тоже смерть, это же понятие, как бы, относительное. Сегодня мы заснули, завтра мы проснулись, и проснулись мы и продолжаем по тому пути, который нам определен, даже и в этой жизни. Поэтому смерть, это, ну, как смерть, опять же. Я бы сказал так, об этом хорошо рассуждать, когда ты к ней не близок. Смерть, когда смертельный апостол, все тут же меняется. Нет, все правильно, все правильно. Инстинкт самосохранения, инстинкт должен присутствовать, но, скажем, йоги, они готовы, и не только йоги, они готовы в любой момент к тому, что, ну, все может быть в этой жизни, но, еще раз, это, просто сознание такое, не надо искать ее, это же понятно, не надо отрицать ее, это тоже понятно. Нет, здесь я говорю именно о методах, которые в свое время использовал сам, и которые может использовать не йог в Гималаях, да, нормальный человек, который живет в мегаполисе, у него свои дела, семья, и вот он хочет как-то развиваться, и ищет путь для себя, не пытаясь уйти куда-то, заниматься какой-то особой практикой, а вот в своей жизни, через свою жизнь, идти правильно. Здесь вот для человека нормального, так сказать, обычного, вот этот вопрос, я думаю, будет вполне уместен. Для йога, который достиг там каких-то более высоких ступеней, и для него уже является реальностью состояния, которое, например, он испытал не телесный опыт, он уже там помнит какие-то прошлые свои воплощения, то есть для него смерть действительно уже не такой уж, уже по-другому выглядит. Вот для него, конечно, будет все другое, но если человек вот именно, который что-то чувствует, вот куда-то хочет пойти, но не понимает куда, вот ориентир, именно вот это чувство, да, что готов ли ты заниматься этим, если смерть тебе придет завтра. И если изо дня в день человек отвечает готов, 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 в конце концов, возникает другое состояние, там будут другие вопросы, вот, как правило, к тому моменту уже жизнь сильно меняется, и другие критерии, но вот это вот один из таких хороших, я бы сказал, критериев, ну а дальше, когда вот возникает уже опыт, можно сказать, восприятие тонкого мира, тогда этот вопрос, вместо присутствия смерти, можно сказать, по душе ли это тебе, да, то есть, но не по душе, как по эмоциям, а вот именно, чувствуешь ли ты, что высшее я, вот в этом присутствует, потому что, всякие странные опыты, и в том числе возможности, их можно натренировать, ну, относительно быстро, то есть, несколько лет, и ты уже что-то чувствуешь, да, но вот некие чувствования своей души, это как некий такой следующий, более глубокий шаг, и у меня это заняло очень много времени, да, то есть, сначала я тренировался чувствовать просто хоть что-нибудь, ну, в ряд лет, там, потом там куча кризисов разных, разочарований, и в конце концов, я вот вышел на идею медитации, высшего я, с которой сейчас работаю, и у меня, конечно, сейчас вот немножко по-другому и отношусь, то есть, вот именно я вот проникся простотой, вот метода йоги, что йога есть удержание материи мысли, от обличения в образы, и вот это и есть то, с чем я сейчас работаю, и для меня сейчас все упростилось, но прежде чем прийти к этому, было куча разных вопросов, куча всяких направлений, вот, и разобраться в этом мне лично частенько помогал именно вот этот вопрос, то есть, готов ли я продолжить то, чем я занимаюсь, если завтра умру, вот, сейчас я просто задаюсь вопросом, а откуда идет импульс, побуждающий меня к чему-то, он идет от опыта, или от духа, вот, опыт прошлых воплощений, карма, там, ожидание ума, или дух меня побуждает, то есть, нечто за пределами вот ума, вот этим вопросом, сейчас я задаюсь. Ну, абсолютно справедливо, мы не, в самой первой передаче, мы говорили о некой школе, к которой ты работал в этой школе, и получил какие-то реализации, без оттечмента, или без привязки к какой-то конкретной школе, как ты считаешь, вот, эти школы магии, допустим, правильно, будем их так называть, школы магии, они нужны, и для чего они нужны, то есть, вот, ты уже был там, и достаточно, как бы, занимал там серьезные, там, позиции, можно сказать, то есть, после чего ты решил, что тебе это не надо, надо ли это людям, ты выбрал свой путь, ты по нему идешь, ты уже способен разбираться во многих вещах, и определять, правильно ли ты идешь, а вот те люди, которые еще не знают этого, и, естественно, всем хочется, ну, какой-то там, ну, не знаю, ну, что ли, власти хотя бы над самим собой, быть более, ну, не сказать могущественными, но более реализованными, что ли, и, опять же, какова цель, обычно это говорят, но, опять же, если человек не лукавит перед самим собой, он говорит, а как же, вот я этого добьюсь, и тогда я буду способен двигаться, и помогать, и так далее, и так далее, вот как ты считаешь, это надо или не надо? В общем виде не могу ответить, зависит от того, на каком этапе человек находится, что за человек, что за школа, да, то есть некоторые школы лучше, конечно, обходить стороной, вот, некоторые можно, вот, я имею ввиду настоящие школы, которые действительно обучают, которые действительно дают возможность человеку получить какие-то навыки, реализации, стать, ну, пользоваться энергией, будем так говорить, хотя бы. я думаю, что в этом есть смысл, по сути, то, что сейчас считается, например, наукой, еще там, лет 300 назад считалось бы магией, то есть, можно сказать, что вот эта магия, то, что принято называть, это просто некая наука на следующем витке, вот, то есть познание законов этого мира, так что в этом плане вот эти навыки, они могут быть полезны, другое дело, что познавая свойства этого мира, в том числе свойства тонких аспектов этого мира, там, вот, австральное, ментальное, важно не потеряться в этом, вот, и идти вместе с душой, то есть не потерять вот этот путь сердца за многообразием явлений и возможностей, отсюда говорится, что ситхи это цветы, которые, ситхи это сверхспособности, это цветы, которые растут на обочине, то есть, да, можно их сорвать, но если ты слишком углубляешься в это, сходишь с пути, поэтому, ну, могу сказать, вот для меня на первых этапах, очень важно было, ну, хоть что-нибудь почувствовать, вот, и был очень интересен, конечно, опыт там выходов из тела, там, вот этой всякой магии, это была очень хорошая замануха для моего ума, ну, это как вот для ребенка, да, то есть, ему покажешь, какую-нибудь штучку блестящую, вот, он за ней идет, и по пути чему-то учится, вот, также в этом плане магия, вот эти все навыки, они хороши, это как раз такая замануха для ума, процесс познания, он дает, мне дал, позитивно, много позитивного, и я совершенно не жалею, что я с этого начал, вот, но особенности мои психические, да, они повели меня потом немного в другую сторону, но я совершенно не считаю, что я потерял время зря в этих магических школах. Я понял. Хорошо, Сергей, тогда, наверное, последний вопрос, время, пользуясь тем, что мы с тобой не так часто встречаемся, мы немножко больше времени отвели на программу с тобой, ну, не секрет сегодня, что люди, во-первых, энергии другие, мы, мир меня изменился, мы, кто-то говорит уже в квантовом переходе, он уже был, и мы уже находимся абсолютно просто, скажем так, мы этого не заметили, но тем не менее, мы уже находимся, то есть люди получили возможности какие-то, пользоваться тем, чем они никогда бы и близко не могли пользоваться, ну, вот ты сам сказал о том, что придет время, наверное, и питание может быть поменяется, и люди станут больше, будут заниматься проноедением, так вот, те люди, которые не имеют таких возможностей пользоваться, ну, ситхами, к примеру, они обращаются к людям, которые имеют, ну, скажем там, есть люди у нас, гадалки, у нас есть люди, парапсихологи, экстрасенсы, ясновидящие, сейчас их называют, хотя на самом деле, их там раз-два и общелся, и так далее, level of consciousness, это называется, или уровень сознания, и он имеет определенные границы, определенные физические цифры, на самом деле, вот, таких, как, допустим, Нострадам, совершенно там, измерено все, тоже научными там, какими-то подходами, ну, буквально было, может быть, ну, один-два человека, а все странные, которые там, говорят, что это не так, неправда, и так далее, это, это уже просто, это их мнение, так вот, те люди, которые обращаются, или не хотят, допустим, обращаться, мотивируя это тем, что, ну, вот, мне сейчас скажут, что-то такое, да, и это на меня будет иметь влияние, я буду с этим жить, ну, как мы знаем, там, цыгане, допустим, гадалки, они говорят, ой, милок, ты умрешь там, через это, все, и человек уже там, скажем, пускается во все тяжкие, ну, к примеру, я имею в виду, то есть, не надо знать, лучше не знать, вообще-то говоря, как ты относишься к этому, знать надо или не надо? Я бы сказал так, что знание, оно приходит по мере готовности, если человек готов, то знание к нему придет, это неизбежно, вот, если человек хочет знать, то, что ему по уровню не полагается, да, то есть, то он впадает в иллюзию, и даже если ему скажут, какое это реальное знание, он все равно, если у него уровень не позволяет, он не сможет его воспринять, вот пророки какие-нибудь, сколько раз говорили, там, одумайтесь, там, и так далее, но и сколько людей их слышало, далеко не все, хотя это... Даже если слышали, то одумались ли они, да, то есть, еще и камнями побивали, вот, хотя знание реально, но они просто уровень не позволяют его воспринять, так что я бы сказал, что не то, что надо или не надо знать, будешь знать неизбежно, вот, придет время, да? Когда время придет, если время не пришло, можно получить информацию, и ухватиться за это, за какую-то ниточку, я бы сказал так, что нам постоянно программируют, и говорят, что будет с экранов телевизора, вот завтра будем жить хорошо, вот иди туда, иди сюда, то есть, человек, как бы, почему-то это слушать не боится, а гадалок слушать там боится, или там сильно думает, слушать или нет, лучше бы он думал так, слушать или нет телевизор, как бы, то есть, на самом деле, относиться надо осознанно, к абсолютно любой информации, и люди, которые говорят, что предвидят будущее, нужно послушать и их, я не имею ничего против, но относиться надо к информации любой осознанно, вот, и всякую лишнюю, конечно, чепуху лучше в свою голову не пускать, вот, особенно ту, которую считают трезвой чепухой, да, то есть, то, что очень хорошо ложится на наши идеи, концепции, как оно все должно быть, вот, то есть, какая-то реальная информация о будущем, о том, кто мы такие, часто вообще, разрыв шаблона для нас, и, ну, вообще, не можем воспринять, или там могут воспринять только единицы, вот, даже, там, не знаю, Иисус Христос, эти 12 апостолов, даже те, кто его слушал, и то поняли по-разному, что уж говорить, а потом последовательно поняли, или Будда, вот, был Будда один, а сколько направлений буддизма, индуизм, там тоже сколько всех, вот, то есть, иными словами, спросить-то можно, но, мало того, что спросить, надо еще услышать и понять, а вот услышать и понять, сможет тот, кто готов, если ты не готов, спрашивай, не спрашивай, получишь, сможешь внести. А к тебе обращаются, с такими вопросами? Сергей, ты же обладаешь, по-своему? И как? Ты им говоришь? Что чувствую, говорю. А если ты видишь, что-то такое, ну, скажем, нехорошее, ты говоришь? Говорю, да, ну, как, хорошее, нехорошее, это оценка разума, там, ну, там, как, могу сказать, что чувствую, будут испытания в жизни, вот, плохо это или хорошо, это уже оценка, как бы, но любая, как вот, мне нравится кризис, по-китайски, то есть, китайский иероглиф кризис, он состоит из двух частей, первая, это опасность, вторая, это возможность, грубо говоря, даже плохое событие, это некая возможность, хорошее событие, тоже возможность, но, как говорят, что, хорошие времена порождают плохих людей, слабых, вот, то есть, если в твоей жизни много хороших событий, одни хорошие, ты в конце концов расслабляешься, получаешь, что это уже не так уж хорошо, вот, если плохие, то есть, это уже вот некий ум, он навешивает ярлыки, плохо, хорошо, я говорю, что вот я чувствую, как бы, да, но даже человек преломляет это опять же через себя, и там, какие выводы он сделает, уже зависит от многих факторов, но, я стараюсь говорить с людьми на понятном более-менее языке, по возможности, и передавать какие-то свои ощущения, потому что то, что мы сошлись, и у него возник вопрос, это тоже не просто так, да, то есть, это некое вот взаимодействие, значит, имеет какой-то смысл, так что, я стараюсь с людьми быть более-менее откровенными, ну, я со своей стороны могу сказать, что я очень рад, представляя Центр Сангейтс, а Центр Сангейтс и Центр информации, то, что мы беседуем с тобой, дорогие друзья, обращаюсь к вам, мы беседуем Сергеем Мельником, западный шаман, который делится с нами своим пониманием пути, своим пониманием мира, и мы рады таким встречам, ну, да, ну, вот, ты сам только что сказал о том, что ты стал получать информацию, ну, совсем недавно, пару дней тому назад, произошла инаугурация американского президента, данного лица Трампа, вот, простой вопрос, это позитивно для мира, или нет? С твоей точки зрения. Да, я ощущаю позитивные изменения, потому что, вот, где-то за пару лет до этого, я задавался вопросом, а что будет с Россией, там, вот, в разгар, когда, вот, это была Крымская весна, начало санкций, там, возрастание противостояния, и меня, вот, это как-то напрягло, забеспокоило, и у меня был очень красочный ответ в виде снов, я, вот, заснул с этим вопросом, и через подсознание пришел поток образов, что, будет напряжение, но потом оно спадет, неожиданно для, неожиданным способом, и вот, когда пришел к власти Трамп, я ощутил, что это как раз фигура, через которую напряжение это уменьшилось, если пришла Клинтон, то я ощущал увеличение этого напряжения, так что Трамп в этом плане, ну, хотя бы временно, то уж точно, это некая разрядка, вот, то есть, это позитивно. А временно имеется в виду промежуток времени? Ну, я сейчас поясню, потому что некоторые предсказатели, прогнозисты, не знаю, предполагают о том, что, так сказать, что-то может произойти, и не дадут ему править. И вот, по ощущениям, по твоим ощущениям, ну, как минимум, 4 года, в общем-то, это тот срок, который президент должен быть президентом, или может быть президентом. Я ощущаю, ближайшие 2 года, с вероятностью 99%, будет хорошо, более-менее, ну, как хорошо, неплохо, вот, нормально, на этой тенденции. Дальше непонятно, сложно мне сказать, но где-то пару лет хорошо. Может, дальше неплохо. Да, ну, дорогие друзья, я предполагаю, что пару лет мы, Сергея Мельникова, будем еще находиться в эфире, поэтому, те, кому этот вопрос интересен, мы к нему вернемся, через пару лет, ну, а сейчас, тогда, наверное, надо отпускать Сергея, во-первых, время уже тоже поздновато, у вас, тем более, что ты только приехал, и время, в общем-то, с Бали довольно-таки, хотя нет, у вас 4 часа всего лишь разница, это с нами, у нас 13 часов получается разница, то, ну, тем не менее, тем не менее, изменение часовых полюсов, и, в общем-то, это негативное явление, где-то я читал, даже 1 час, вот это вот, переход на зимнее и летнее время, это негативно сказывается на жизненных циклах человека, это нехорошо, и пересечение даже в ту или в другую сторону, вот этих часовых полюсов, это какой-то стресс для организма, вот, поэтому, надо дать тебе возможность отдыхать, а тем более, что много наверняка каких-то других еще практики, бесед и так далее, дорогие друзья, мы говорили с Сергеем, поскольку он уезжает, опять, ну, где-то в течение февраля мы не будем встречаться, скорее всего, от в марте, да, мы определим, потом, и я, да, я объявлю, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, во-первых, у нас есть скайп, сангейтс 1 08, кто желает позвонить, сейчас можно звонить, не так дорого это все, 1 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6, есть такой телефон, мой личный, пожалуйста, звоните, буду рада ответить на вопросы, ну, если вопросы будут к Сергею, мы их озвучим без сомнения, программа записывается, и она будет выкладываться в YouTube, и дальше, соответственным образом, Facebook, и вы можете задавать вопросы, опять же, в контактах, можете найти это на Сергея странице, поскольку он это будет share, ну, и на моей странице, то она будет выложена тоже, Сергей, большое спасибо, я благодарю вас, за интересную беседу, всем спасибо за внимание, всего доброго, и до новых встреч, до свидания, до свидания,